Депутаты городской думы и законодательного собрания Тверской области обсудили судьбу безнадзорных животных. Самым острым вопросом стало строительство и содержание приютов для бездомных кошек и собак, а также кто должен отвечать за уже существующий муниципальный. Пока новенькие боксы покрываются уличной пылью, за забором ютятся сотни собак в приюте, организованном добровольцами. О том, какой будет собачья жизнь в Твери, в материале нашего корреспондента. Мишка хороший мой мальчик. Я очень люблю жизнь. Меня не смущает то, что у меня лапки не действуют. Я все равно бегаю, играю, люблю людей. Полноценно двигаться этот жизнелюбивый пес по кличке Шериф не может по вине именно человека. Этим летом его нашли в Канаве с пулевыми ранениями. Одна из пуль повредила животному спиной мозг, поэтому собака не чувствует задних лап. Не помогла даже сложная операция в подмосковной клинике. Потом была реабилитация и приют. Единственный в городе дом для безнадзорных животных. Существует он исключительно за счет пожертвований. Но сейчас приют переживает не лучшие времена. Мы нуждаемся в определенной помощи. Помощь связана и со строительными материалами. Помощь связана, конечно, и с продуктами питания. Потому что собачек достаточно большое количество в приюте, около 300. И ежедневно уходит от 50 килограмм корма гречки, мяса и так далее. То есть в месяц уходит более тонны на продукты питания. Это при ежедневном кормлении с учетом одного раза. Зимой это в два раза все увеличивается. В этом году долг перед ветеринарными клиниками перевалил за 400 тысяч рублей. А между тем впереди зима. В боксах заработают обогреватели. За электроэнергию набегает в среднем 60 тысяч рублей в месяц. Пока в приюте, организованном добровольцами, тесняться почти три сотни хвостов, всего в метре за забором пустует муниципальный. За этим забором разместились боксы для животных. В январе этого года приют был построен. Однако не введен в эксплуатацию. Он простаивает вот уже несколько месяцев. Жизнь пока там не поселилась. Как говорит депутат Дмитрий Нечаев, который бился за строительство этого приюта несколько лет и непосредственно контролировал процесс возведения из-за бюрократических проволочек. Власти никак не могут определиться, кто будет в ответе за тех, кого собираются приручить. Депутаты областного парламента поддержали решение о том, что эти функции будут переданы областной инспекции по ветеринарии Тверской области. И будет создано дополнительно порядка четырех приютов, кустовых так называемых, в некоторых районах Тверского региона. Пока не решена окончательно судьба Тверского приюта, то есть кто будет им, так сказать, заниматься, кто будет, под чьей юрисдикцией он будет работать. Но с большой степенью вероятностью и он тоже будет под началом государственной инспекции по ветеринарии. Предполагается, что приюты для животных появятся в Вышнем Волочке, Ржеве, Беженске и Калининском районе. В них будут определять животных из других, более мелких районов. Самый крупный дом для безнадзорных животных планируется организовать в Калининском районе на 400 голов. Субтитры создавал DimaTorzok